Здравствуйте, меня зовут Диана, и в этом видео я познакомлю вас с основными функциями и особенностями Marmoset Toolbug 4. В результате занятия вы научитесь обращаться с инструментами рабочих пространств и библиотекой, работать с моделью во вьюпорте, текстурировать ее, создавать умные материалы, а также настраивать экспорт, освещение и рендер. Итак, перед вами базовый набор инструментов. Мы находимся на вкладке Setup. И сразу можно заметить, что вьюпорт разделен на четыре вида. На других вкладках находятся другие наборы рабочих пространств для текстурирования, рендера и анимации. Также можно создать персонализированное рабочее пространство и настраивать инструменты и виды под ваши нужды. Чтобы разделить вьюпорт, нажмите на иконку Split в верхнем правом его углу. Можно разделить его по горизонтали и по вертикали, и также закрыть лишний вьюпорт. В выпадающих меню можно настроить тот вид, который вам нужен. Чтобы открепить окно, нажмите на стрелку в его углу и перетащите его куда удобно. Чтобы сбросить настройки к базовым, в меню Window Workspace выберите Reset Default Workspaces. Вкладка Classic существует для пользователей более старых версий Toolbug. Рабочее пространство анимации содержит основной инструмент Timeline внизу. Он похож на многие такие же в других программах. Здесь можно обрезать клипы, управлять воспроизведением и переключать автосоздание ключевых кадров. Справа можно увидеть настройки количества кадров, плавности, длины и скорости анимации. Развернув панель Keyframes, можно увидеть более детальную информацию по настройке ключевых кадров конкретных объектов сцены. Слева находится иерархия сцены, где вы можете найти все компоненты своей сцены. Если вы выберете корень сцены, то увидите единицы измерения, присвоенные ей, и сможете их поменять при необходимости. Иконка импорта 3D-модели находится в верхней части панели сцены. Также импортировать модель можно с помощью файла Import Model или сочетания клавиш Ctrl-I. Toolbug способен распознавать наиболее распространенные форматы 3D-файлов, включая FBX, Object и Alembic. Когда модель загрузилась, вы можете увидеть ее во всех четырех вьюпортах. На виде сверху, спереди, справа и на главной камере. Такой набор инструментов удобен при перемещении элементов в сцене без необходимости затрагивать камеру, настроенную для рендера. Если вы выберете в иерархии свою модель, то увидите опции трансформирования и импорта вашей модели. По умолчанию установлен режим After Reload, который обновит вашу модель после экспортирования изменений из 3D-пакета. Развернув иерархию модели, вы увидите ее составляющие. Вы можете выбрать каждый объект, чтобы получить доступ к информации и настройкам каждого меша в отдельности. Навигация в Toolbug похожа на навигацию во многих 3D-пакетах. Для вращения вида используйте Alt-левый клик, а Alt-правый клик позволяет приближать и удалять. Alt-колесико – перетаскивать. Для центрирования и фокусировки на модели нажмите Ctrl-F. Вы можете переключаться между вращением, перемещением и масштабированием модели с помощью W, E и R соответственно. Также можно переключаться с помощью верхней панели инструментов. Настройки этих инструментов можно регулировать в панели Tool Settings. Здесь вы можете внести числовые значения и настроить привязки. Удерживая Ctrl при вращении или перемещении, вы примените заданное значение привязки. В вашей модели не был назначен материал, но при импорте модели Toolbug подхватит материал, заданный в вашем 3D-пакете. Также вы можете создать новые материалы, нажав плюсик наверху. По умолчанию ваш материал будет ламбертовым и будет содержать Rafness и Metalness. Можно менять модели затенения в выпадающем меню. Например, сменить Lumbertion на Unlead, который больше подходит для Handpaint текстур. Или использовать Gloss Map вместо Rafness Map. Модульный редактор материалов Toolbug позволяет загружать другие карты, такие как карта смещения, отражения, излучения и прочее. Смещение и масштабирование текстур можно настроить в разворачивающейся панели сверху. Чтобы загрузить свои текстуры, нажмите на пустую миниатюру и выберите нужную карту. Также можно перетащить карту из проводника на миниатюру. Когда вы распределили карты, можно перетащить материал на Mesh или нажать кнопку со стрелкой, когда вы выбрали в иерархии нужный Mesh и нужный материал на палитре материалов. Иногда удобно использовать слайдер с правого вверху, чтобы менять вид представления материалов от списка до крупных миниатюр. Также можно создать текстуры прямо внутри Toolbug, что является новой целевой опцией четвертой версии. Запекать карты с High Poly на Low Poly в Toolbug довольно удобно. Для этого создаем Bake Project с помощью меню Scene Add Object Bake Project или нажимаем на кнопку с хлебушком в ряду иконок панели сцены. В полученную Bake группу мы кладем наши High Poly и Low Poly модели в соответствующие разделы. Настраиваем необходимое разрешение текстур и путь для их выгрузки. Выбираем из списка необходимые карты и нажимаем кнопочку Bake. Для текстурирования необходимо создать проект в иерархии сцены. Его можно добавить через меню Scene Add Object Texture Project или меню Texture New Texture Project. Находясь в рабочем пространстве для текстурирования, вы можете просто нажать кнопку Add Texture Project на панели Layers. С выбранным текстурным проектом в иерархии вы можете увидеть основные настройки своих текстур, их разрешение, соотношение сторон и качество. Для начала работы необходимо привязать материал из палитры материалов или создать новый, нажав на плюсик. В список карт заносим наши карты и можем продолжать работу на текстуры с помощью заливок, масок, материалов и кистей, которые можно найти в библиотеке. Библиотека — это огромное хранилище кистей, материалов, небес и масок, которые можно использовать в проектах. Библиотеку можно открыть через меню Window Library или сочетанием клавиш Ctrl-Shift-L. Слева вы видите список ресурсов. Здесь находятся ассеты кистей, материалов, сцен, небес, умных масок и материалов, а также текстур. Изначально эти файлы находятся в облаке. Чтобы их скачать, нужно просто дважды кликнуть на объект. Чтобы загрузить несколько, нужно выделить интересующий вас через Shift и нажать на кнопку загрузки справа вверху. Можно использовать цветовое кодирование для каких-то материалов, если вы планируете их использовать вместе для одного проекта, помещая определенный цвет в пустой квадратик объекта. С помощью фильтров справа внизу панели библиотеки можно отсортировать только ассеты, которые созданы командой Marmoset, выполнены пользователем, загружены на компьютер, хранящиеся в облаке и отмеченные кодовым цветом. Материалы в библиотеке разделены по категориям металлы, ткани и многие другие. Поиск по библиотеке удобно применять для поиска специфических эффектов и характеристик. Toolbug будет предлагать варианты искомых характеристик, основываясь на том, что вы вводите в строку поиска. Если вы совершаете поиск из корня библиотеки, он будет осуществляться среди всех ассетов. Если же вы находитесь в подкатегории, то поиск применится только на нее. Материалы из библиотеки можно просто перетащить на Mesh, чтобы применить. Можно также перетаскивать их на панель слоев или на соответствующий слой в Texture Project. Умные маски позволят добиться различных эффектов загрязнения и изношенности. Умные материалы – это пресеты, сочетающие слои с различными масками и процессорами, которые позволяют добиться эффекта сложных поверхностей. В рабочем пространстве текстурирования откройте панель слоев. Добившись нужного эффекта поверхности, выберите слои, которые хотите скомбинировать, и кликните правой кнопкой мыши, сохранив материал в вашу библиотеку, или перетащите эти слои в библиотеку, чтобы сохранить новый умный материал. Также можно поступить с масками. Чтобы выгрузить текстуры, выполните настройки, которые вам необходимы, например, если вы хотите их загружать в движок, укажите путь для экспорта, выберите разрешение и нажмите кнопку Export All. Овладев инструментами текстурирования в Toolbag, можно добиваться невероятно реалистичных результатов в сочетании с реалистичным освещением, которое можно настроить в этом пакете. Sky – это простой инструмент, позволяющий установить убедительное, физически точное освещение. В любой сцене по умолчанию находится объект неба. Но вы можете добавить еще через меню Scene – Add Object – Sky, например, чтобы переключаться между небесами с разными настройками, так как активену может быть только один из таких объектов. Вращать небо во вьюпорте можно правым кликом мыши с зажатым шифтом. Если вы выберете небо, то сможете увидеть его настройки с HDRI-карты, которую вы можете вращать, настраивать ее яркость и добавлять дочерние источники света, просто кликнув на нее, чтобы установить направленный источник цвета того пикселя, на который вы кликнули. Чтобы загрузить свою HDRI-карту, кликните на кнопку Image. Доступ к библиотеке HDRI-карт есть прямо в настройках объекта Sky по кнопке Presets. Небеса рассортированы по папкам интерьеров, экстерьеров и различных времен суток для большего удобства. Дважды кликните на загруженное небо в библиотеке, чтобы присвоить его вашему активному объекту в сцене. Кроме дочерних источников света неба, можно также добавить обособленные источники света в сцену с помощью иконки с лампочкой в верхней части панели сцены. А помимо этого, через меню Scene and Object Light на выбор направленный, точечный или рассеянный. Выбрав источник света в иерархии, вы откроете его свойства, где вы сможете сменить тип источника света, его яркость, цвет, форму и угол. Камера по умолчанию имеется в сцене. Можно добавить новую камеру с помощью меню Scene and Object Camera с сочетанием клавиш Ctrl-K и нажатием значка камеры в верхней части панели сцены. С выбранной камерой можно увидеть множество ее настроек, такие как углы поворота, линза, которая позволяет также ортографический рендер, что может быть полезно в стилизации, поле зрения линзы по умолчанию 45 градусов, фокусное расстояние можно настраивать вручную или нажатием колесиком мыши на объект, на котором необходимо сфокусироваться. В конце концов, эффекты, которые можно использовать из пресетов или настраивать вручную. Выбрав рендер в иерархии сцены, можно получить доступ к опциям Ray Tracing. Чтобы контролировать картинку, выберите качество в выпадающем меню вьюпорта. Количество отражений ненаправленного и пропускаемого света можно установить здесь. Помимо этого, количество сэмплов, лучей на пиксель и переключатель встроенного денойзера. В Render Output можно указать путь для сохранения рендера и формат, в котором он будет сохранен. Можно выбрать все камеры, из которых вы хотите отрендерить изображение или видео, а также специфические пассы, которые вас интересуют, например, для дальнейшей их обработки в 2D-редакторах. Когда вы все подготовили, просто нажмите на кнопку Render Image или Render Video соответственно. На этом вводное занятие по Marmoset Toolbug 4 подходит к концу. В результате него мы рассмотрели инструменты рабочих пространств, библиотеку, умные материалы, освещение, рендер и экспорт. Я рекомендую более подробно изучить запекание, текстурирование и анимацию в Marmoset, так как это позволит вам невероятно выгодно презентовать свои работы в 3D. Успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова